Приватизация 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 крем. А кому-нибудь еще понадобится хранилище радиоактивных отходов. Значит, надо продавать. Правильно я понимаю? Интересный вообще подход. А мне, а кому-нибудь еще захочется купить самого господина ну, не самого господина, но, естественно, кабинет, в котором он сейчас сидит. Ну, понадобится. Острый этот кабинет. Тоже надо продавать, может, такая потребность появилась там у кого-то где-то. Очень интересный подход. И почему сразу продавать? Ну, вероятно, кому-то хочется украсть. Ведь мы знаем, что такое приватизация. Это воровство. Все разговоры о том, что приватизация обязательно идет к повышению эффективности управления. Это бред собачий. У нас вся страна покрыта руинами приватизированных предприятий, которые приватизировали для того, чтобы продать оборудование на металлолом. А с другой стороны, среди самых эффективных предприятий страны, государственно, начиная от Сбербанка, Роснефть и так далее. То есть, все разговоры о том, что приватизация обязательно повышает эффективность, а это вообще не про что. С другой стороны, говорят, вот Костин, вот бюджету нужно осуществить, реализовать инфраструктурные проекты, вот для этого нужно провести приватизацию. Но, простите, пожалуйста, во-первых, это точно немалая приватизация, а приватизация всего в стиле 90. Во-вторых, в федеральном бюджете деньги есть. Более 11 триллионов рублей валяются только в фонде национального благосостояния без движения. И не ликвидах, там только 3 миллиарда, которые подарили Януковичу под видом кредита. А еще деньги лежат на счетах бюджета, на бюджетных депозитах. Так что, если кому-то хочется развивать страну, денег не хватает, так возьмите и развивайте. У вас деньги в карманах лежат. Кроме того, как только станет известно, что объект приватизируется для того, потому что там кому-то на что-то не хватает денег, то приватизировать его по нормальной цене будет невозможно. Это будет грабеж. И, кстати, о нормальной цене. А какая нормальная цена может быть на активы, которые расположены в стране, которые находятся под санкциями, которые ведут боевые действия? Эта цена будет нормальной, или она будет сильно занижена? Я думаю, что она будет сильно занижена по объективной причине. При этом будет создан некий маркетплейс, через который можно будет приобрести то, что нужно. Тут, вероятно, тоже есть какие-то подводные камни. Подождите, подождите. Что такое маркетплейс? Маркетплейс, да, мы знаем, что это такое. Это Озон, это Вайлдбюрис. Это место, которое сводят покупателей и продавцов. Много продавцов, много покупателей. Да? А если продавец один государства, то, простите, это не маркетплейс. Электронная доска объявлений, которую мы помним по 90-м годам. Может быть, назвать это электронной биржей, как-то еще. Они там в Министерстве финансов вообще смысл слов знают? Нет, которыми они оперируют? Или у них цифровизация полностью, так сказать, лишила их потребности понимать слова, которые они произносят? Маркетплейс – это рыночное место. Есть много, которое объединяет большое количество продавцов и большое количество покупателей. Убираем всех посредников. Каких посредников собирается убирать господин Моисеев? Генеральную прокуратуру? Действующее законодательство с этого он собирается убрать. Какие посредники вообще в процессе приватизации существуют? Дальше. Дальше. Один продавец государства. Откуда возьмется много продавцов? А маркетплейс – это много продавцов. То есть, это электронная доска объявлений, которая просто названа очередным именем. Если там кто-то с кем-то сталкивается, ну, значит, тогда окей, тогда, значит, будет аукцион. А если, простите, она будет организована так, что будет узнавать только одно заинтересованное лицо в этом? Знаете, мелочь продавать условно нужно. Если у кого-то где-то, у государства находится вдоль 25% ООО «Рога и копыта» такое бывает, то от этого, конечно, надо избавиться. С очень простой формулировкой, что государство этим управлять не будет, не может. Мелочь эта, незначимая. Но это касается, как я понимаю, того, что называется малой приватизации, которая просто для того, чтобы дать что-то бизнесу малому, среднему, что ему не хватает. Здесь возражений особых нет. Хотя нужно тоже смотреть, а то у нас какой-нибудь порт запихнут под эту категорию и продадут маленькие пешечки с оборотом нескольких миллиардов рублей. А с другой стороны, большая эта приватизация здесь при чем? А про большую приватизацию Моисеев говорит, что сроки пока не определены. Сроки, ладно. Сроки, Владимир Владимирович, вам скажут сроки. А смысл, цель, как бы содержательных, смысл большой приватизации в чем? Мы хотим передать активы, которые не удалось впихнуть западу. Мы собираемся Китаю их продать? Так давайте с Кремля начнем. Китайцы ценят российскую историю, в отличие от многих российских чиновников. Давайте с Кремля начнем. Китайцы от точного взоляя Ленина на 9 мая драпировать не будут. Чем плохо? У них нет задачи просто раздавать побыстрее. Поставлена задача формирования внутреннего розничного инвестиционного рынка. Как оценить такие заявления? Подождите, подождите, подождите. Розничный инвестиционный рынок, а при чем есть большая приватизация? В чем смысл большой приватизации? Нам президент сказал, что мы не можем объяснить его действия, так это дискредитация президента. Но я понимаю, что это основное занятие российских чиновников последние четверть века, а то и больше. Оно может что-нибудь новенькое придумать? Может быть, вообще начнут распиливать более крупные компании на мелкие? Такое возможно? Юридически никаких проблем нет. Но если это государственная компания, то, конечно, нужно согласие государственное. Я думаю, что такие товарищи, как у Моисеев, дадут свое согласие на все необходимое для приватизаторов. Самое главное не в этом. А зачем проводить крупную приватизацию? Вот смысл этой процедуры. Мы имеем на уровне крупных корпораций разница между частным бизнесом и государством в том, что государственная корпорация в силу специфики своей может заниматься стратегическим планированием в условиях неопределенности. Пример раз с нефтью. Если компания честная, она этим заниматься не может, потому что она вынуждена ублажать акционеров каждую минуту, чтобы менеджеров заменит. Пример какой-нибудь Шоро, который во время снижения мировых цен на нефть брал кредиты на выплаты депозитов. Это более самоедская модель, чем можно было себе вообразить худшие в советский год. Естественно, есть и плохие государственные компании. Да, мы все судим о высочайшей эффективности «Газпрома», например, уже долгие годы. Но есть и хорошие частные компании. На уровне крупных корпораций разница в эффективности менеджмента отсутствует. Госкомпания, в общем-то, находится в преимуществе. Так эффективность у них в целом более высокая. Так простите, пожалуйста, зачем проводить крупную приватизацию? Нет, если там у кого-то четверть торгового ларька до сих пор осталась, было в собственности. Понятно, что государство не должно этим заниматься. Но если у кого-то где-то осталось в собственности четверть троллейбусного парка или автобусного парка, то избавляться от этого преступления, потому что это разрушение социальной инфраструктуры города, как мы хорошо все знаем, многократно проходили за последние 36 лет национального предательства по всей стране. Вот, понимаете, когда замминистра финансов говорит, мы будем проводить большую приватизацию, а на вопрос, почему, не бей, не бей, не кукареку, а нам президент сказал что-то в этом духе, подо что можно большую приватизацию подверстать? Так давайте посмотрим, нет ли у товарища замка в Италии, нет ли у товарища каких-то особых интересов, противоречащих интересам Российской Федерации. Хотя, о чем я говорю в нас, скоро за защиту интересов России будут под суд отдавать, за недостаточно восторженный образ мысли, а может и сразу в тюрьму без суда, бог его знает, что-то мы этим одичалам в голову пойдем. Прям пилить страну надо опять. Можно ли примерно оценить, сколько бюджет получит от этих малой и большой приватизации? Сколько в прошлый раз получил, вам как, в рублях или в фигах, или в миллиардах рублей убытка? Потому что когда предприятие приватизирует для того, чтобы его закрыть, чтобы расчистить место для иностранных конкурентов, то бюджет для бюджета это убыточный взял. Потому что иностранные конкуренты потом налоги не платят, они все выводят оффшором. В государственном компании, при всей критическом отношении государственного менеджера, то оффшор вывести сложно. Хотя, бог его знает, может быть, у некоторых вроде греха и получается, это проверять надо. Так что получит он убытки от приватизации. Как в 90-е годы он убытки получал от приватизации, так и сейчас получит. Если вас ограбить, у вас денег будет на сколько от этого больше? Вот в чем заключается вопрос о том, сколько денег бюджет принесет приватизация. Но если вас ограбить, сколько вам денег это принесет? Наверное, очень и очень много. И господин Моисеев обоснует, что если вас ограбить, то вы получите очень много денег от этой процедуры. Ну, а потом поедет куда-нибудь к Чувайсу или к МАУ. Но ведь, наверное, можно получать длительное поступление в бюджет именно от национализации. Хотя многие и утверждают, что госпредприятия убыточны. Это Роснефть убыточна. Это Сбербанк, простите меня. Правда, Роснефть, там доля государства немножечко снизилась. Это Сбербанк у нас убыточен. У которого там больше, в общем, две трети прибыли всего банковского сектора. На него приходится, а то и больше. Это как это Сбербанк у нас убыточен? Расскажите это Грефу. Ну, что за бред? Что за бред из 90-х годов? Да, если вы хотите, чтобы Россия развивалась, нужно проводить национализацию. Если вы хотите, чтобы Россию грабили и уничтожали, нужно проводить приватизацию. Вот и разница подходов. Все очень просто. Люди, которые, если люди всерьез говорят о приватизации, остаются на своих должностях, значит, не просто политика 90-х реализуется в рамках социально-экономических мер, но и стратегии 90-х реализуются. Значит, ни о каких интересах общества всерьез, ну, в экономической сфере говорить не стоит. Я думаю, что товарищ Моисеев еще заработает очень много денег, ну, естественно, в виде принятий официальных. Ну, и потом ездит куда-нибудь на хозяйство на своем. Ну, не на историческую, конечно, но в ту страну, которую он будет считать своей родиной. Как это было с Мау, как это было с Чубайсом. Как там Чубайс про патриотизм разговаривал? Бог ты мой. Моисеев далеко, но, я думаю, скоро научится. Подписывайтесь на YouTube-канал накануне и следите за новостями в нашем Telegram-канале. Все ссылки в описании.